Приветствую, друзья! Последние события, происходящие на мировой арене, все больше склоняют поверить в то, что история не случается, а создается. Если события действительно разворачиваются под чьим-то контролем, то кто эти люди? А может быть и не совсем люди? Многие исследователи полагают, что имя этим существам – Архонты. Именно об этом сегодняшнее видео. Поехали! В христианских мифологических представлениях Архонты – это духи мироправителя. Обычно Архонтов относят к бесам. Сатана именуется в Библии Архонтом мира всего, в синодальном переводе – князем. Гностики полагали, что Архонты по природе амбивалентны и что именно они создали материальный космос. Верховного Архонта гностики отождествляли с Абраксосом – диковинным существом, с телом человека, головой петуха и змеиными хвостами вместо ног. Соответственно, эти существа действуют в нашем мире через реальных людей. Тайное общество Архонтов, образовавшееся еще в древности, носило название «Вольные каменщики». Позже появились известные большинству масоны, иллюминаты, братства змеи, братства дракона. Архонты являлись основателями этих обществ. Хронология появления обществ неизвестна, ведь Архонты путают следы и вводят в замешательство историков, чтобы скрыть свои планы. Более того, они провоцируют порожденные ими же тайны общества на междоусобный конфликт. Князь мира сего провокациями и подменой ценностей переманивает человека на сторону материальных ценностей, предлагая погасить духовный свет внутри себя. Тайное мировое правительство давит на самую явную из слабости людей – борьбу животного и человеческого начала. Когда человек поддается животному началу, то его сущность вызывает к власти, материальным благам, достижение собственного комфорта без внимания к потребностям ближнего, эгоизму и скупости. Князь мира сего вместе со своими последователями вводит людей в заблуждение, трактуя духовное учение на свой лад, акцентируя внимание на превосходстве материального над духовным. С первого взгляда может показаться, что такая трактовка похожа на правду. Только человек духовный с высокими нравственными идеалами может почувствовать фальшь, не так ли? Если человек решит вести борьбу с животным внутри себя, то это только ухудшит ситуацию. Животное станет агрессивным, начнет противиться. Архонтам выгодно удерживать внимание человека на своей стороне. Пока люди испытывают страхи, жаждут власти и богатства, они находятся под властью этих существ и поддерживают их существование. Страх, например, это свойственное животному чувство. Человеку истинно духовному страх должен быть неведом. Он живет душой с пониманием, что он и есть вечность. Такой человек идет по пути света, понимая, что страхи и проблемы иллюзорны. Осознавший эти истины не станет добычей архонтов. Такие персонажи им не интересны. Есть основания полагать, что в планы архонтов входит Третья мировая война. На политической арене есть два государства-гиганта США и Россия. Они и должны якобы столкнуться в борьбе, по мнению председателей этой ложи. Тайная власть хочет устроиться таким образом, чтобы государство США имело право нанести ядерный удар первыми. Архонты хотят тайно подвести мир к этому разрушению, выдав его за единственное здравое. Для этого будет проведен ряд манипуляций, среди которых войны, мирово-экономический и продовольственный кризис. СМИ всего мира будут говорить о том, что война в привычном понимании – дело, заведомо лишенное смысла, а также является затратным как в финансовом плане, так и в плане человеческих ресурсов. Как же бороться с архонтами? Древние полагали, что на это способны архаты. Это люди, которые следуют под... Архат пришло из буддизма. Впрочем, чтобы не допустить тотальной власти архонтов, не обязательно исповедовать буддизм. Достаточно сделать выбор в пользу добра и света. Архаты появились раньше. По преданиям, они несли в мир истинное духовное знание. Позже появились архонты и дали знания искажающие. Поэтому так и похожи эти слова, потому что близки и в то же время совершенно различаются по значению. Самый верный способ противостоять злу – не вступать в борьбу с ним, тем самым распыляя агрессию, а просто следовать добру. Наш выбор решает, каким будет мир завтра. Утонет в шапке ядерного гриба или зацветет, подобно райскому саду. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!